Зубцовский район один из тех, что активно участвует в программе поддержки местных инициатив. Из шести таких программ здесь успешно реализуются четыре. Кроме того, в планах капитальный ремонт спортивного зала в одной из сельских школ. А вот в Зубцовской школе, самой большой в районе, в обоих корпусах будут заменены окна и санузлы. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече председателя областного заксобрания Сергея Голубева с главами поселений. Также речь зашла о проектах уже вне рамок ППМИ. Как было отмечено на совещании, в районе существует и ряд нерешенных вопросов. Причины разные, но некоторые можно устранить в ближайшее время и без каких-либо затрат, отметил депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Антонов. Это, наверное, не попадание части дорог, дорог местного значения там, да, в областные программы соответствующие. Часть вопросов удалось или удастся решить в самое ближайшее время, потому что это связано с некачественной подготовкой документов. Эти проблемы мы возьмем на контроль и постараемся в самое ближайшее время помочь решать. Еще один важный вопрос, касающийся газификации территории, Сергей Голубев обсудил на встрече с жителями. Речь шла об одной из улиц в селе Никольское. Газопровод здесь есть, но в дома подача топлива не осуществляется. Поселение готово вложиться и в проект, и в работы по подведению газа. В этом случае, отметил Сергей Голубев, проект удастся включить программу регионального минсельхоза по развитию села в следующем году. Еще одним пунктом поездки стал колхоз «Россия». Дело в том, что там в свое время начинался большой федеральный проект. Были выделены участки для работников сельского хозяйства, которые потом по программе «Молодая семья», там «Сельская молодежь» можно было развивать в качестве будущего жилья для молодых семей и для новобрибовавших на территории этого колхоза. Вот этот проект застопрился, поэтому сейчас будем с этой ситуацией разбираться. И в ближайшее время я буду разговаривать с исполнительной властью, с губернатором области, с Игорем Михайловичем Рудене, относительно того, каким образом этот проект можно перезагрузить. Что касается других проектов и программ, то работа по ним, заявил председатель регионального парламента, будет продолжена.